Команда победителей выходит на лед в полной уверенности в своих силах и уже в первом периоде забивает гол. Однако с начала второго периода Самарский Союз начинает сдавать позиции от Радинскому Спортграду и соперники сравнивают счет. Забили один гол, расслабились, что можно легко забить. Естественно расслабились, если нам забили. Потом поняли, что игра совсем нелегка и восстановили преимущество. В финале областного хоккейного турнира «Золотая шайба» участвовали три клуба возрастной категории 2005-2006 годов рождения – из Самары, от Радного и Сызрани. По итогам игр самарская команда стала лидером и будет представлять область на всероссийском турнире в Сочи. Скажем так, валидольная игра была, потому что то мы забили, то мы пропустили, потом отыгрались, сравняли, вышли вперед. Такая игра. В принципе, в целом очень такая интересная, красивая игра. Много ярких моментов было. Но мы просто реализовывали свои моменты. Турнир очень большой. Команда «Союз» долго на нем выступает, но ни разу еще не выходили на Россию. И мы единственный год, шестой-пятый, который им это удалось. И мы все рады, конечно. Большое желание было выйти все-таки, стимул. Областной этап всероссийского турнира «Золотая шайба» проходил в регионе в январе-феврале. Хоккеисты – представители детских любительских клубов. Те подростки, которые сами выбрали этот вид спорта и начав играть во дворе, уже достигли серьезных результатов. Ну, конечно, хоккей нравится своей скоростью, мобильностью, силовыми приемами в некоторые моменты. Потому что, когда игра очень быстрая, это все дает такой адреналин. Это очень, очень круто это. В хоккей, конечно, хочется добиться максимальных высот. В этом году погодные условия подвели организаторов. Лед из-за теплой зимы был не на каждой игровой площадке. Но, тем не менее, участников турнира стало больше. За «Золотую шайбу» сражались все города и районы Самарской области. В прошлом году у нас построено 22 спортивные площадки разного уровня. Это и как хоккейные корты, и 20 на 40 такие площадочки построены для занятия футболом. И вот в этом году в рамках национального проекта порядка 22 площадок планируется построить. Именно разноплановых площадок для занятий различными видами спорта, в том числе хоккея. И плюс 6 площадок ГТО для сдачи норм ГТО. Поэтому у нас в этом году участвуют практически все муниципалитеты по разным возрастам. Количество участников возросло в разы. Финал «Золотой шайбы» Самарской области продолжается. Впереди игры для возрастной категории 10-12 лет. Олег Зверев, Константин Головин. События.